Реабилитация, врач и здоровье. Врачи получают дипломы государственного образца выпускники четырех факультетов – лечебного, стоматологического, медико-социального и фармацевтического. Проходят переподготовку слушателей факультета после дипломного и дополнительного образования. Программа обучения гибкая, ее стараются подстроить под каждого студента. Многие из наших студентов получают уже второе высшее образование и, конечно же, вынуждены работать. Специально для них есть такая форма получения высшего образования, как индивидуальная, когда студент занимается с преподавателем по индивидуальному графику в удобное для него время. Этой же формой обучения могут воспользоваться и студенты, которые хотят углубленно изучать какой-либо предмет, либо же хотят подтянуть свои знания по определенной дисциплине. Будущие акушеры, хирурги и терапевты учатся на факультете лечебное дело. Педагоги дают студентам необходимые знания, фантомы и скелеты охотно помогают их усвоить. Ни одно сплетение нервов с такими пособиями от студенческого глаза не укроется. В анатомичку будущие медики ходят охотно. Здесь ведь можно не только к учебным материалам руку приложить. Главное в медобучении – практика. Первокурсник Сергей Шляпников, к примеру, уже препарировал коленный сустав. Сначала были сложности, потому что многого не знаешь, но мне помогали очень хорошо. Преподаватель был рядом и все объяснял. Интересно и так понять легче потом уже. Будущих врачей обучают в ногу с современными образовательными методиками. Практикуются интерактивные формы проведения занятий. На уроках студенты анализируют реальные практические ситуации. Этих ребят и после диплома ждут долгие годы учебы. Такова судьба каждого врача. Однако очень многое зависит именно от азов профессии, которые получают уже на младших курсах вуза. Наши выпускники востребованы, они успешно работают во многих лечебных учреждениях города, области. Некоторые защитили кандидатские диссертации, но основы работы, навыки работы, клиническое мышление было заложено в нашем институте и на нашем факультете. Для максимально полного образования учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы настоящими медицинскими приборами. Исследовать функции внешнего дыхания или сосудистый тонус прямо в институтском классе не проблема. В качестве подобных, как правило, выступают сами студенты. После подобной отработки различных видов диагностики на одногруппниках, в реальном медицинском кабинете выпускник почувствует себя не менее уверенно, чем родной армаматор. У будущих фармацевтов свои образовательные возможности в несколько оснащенных лабораторий. Во время занятий...